Доброго здоровья! Загадочная история Подолжение Мы находимся в комнате в большом зале для длительных помещений медитации Мы подвозим две капсулы друг к другу в одной из которых лежит мое основное первое тело подвозим и сближаем состыковываем с другой капсулой которая пустая в которую я и ложусь полностью раздевшись до гола и выполняя прежние инструкции Юрия я выполняю процесс закрытия и перемещения сознания и ближайших своих тонких тел или всех своих тонких тел в мое основное тело из тела двойника в котором я только что был это происходит за считанные минуты я просыпаюсь в своем основном теле и ощущаю как будто я спал выспавшийся и продолжаю выполнение инструкций голосовых которых я озвучиваю командуя этой капсуле и капсула последовательно выполняет действия которые ведут к открытию капсулы и в итоге я встаю в своем вот этом настоящем теле основном и чувствую как будто я проспал и хорошо выспался и чувствую полную силу себя энергии и мне кажется или так и есть что я ощущаю себя приятней и бодрее и энергичней чем в момент засыпания как будто я набрался новой энергии в этом теле и тут же я спрашиваю а почему я себя чувствую намного лучше чем когда ложился в своем первом теле почти так же как в теле двойника в котором я ощущал новое удовольствие и особое приятное ощущение в теле у меня ощущение мне кажется или это что как-то мое старое тело здесь тоже обновилось он говорит во-первых ты набрался энергии сил во-вторых ты где находишься ты находишься среди нас ты находишься там где вибрации повышены и ты набрался накопил этих вибраций столько сколько смог я говорю ох как хорошо бывает у вас в своем старом теле оно начинает обновляться может быть омолаживаться он отвечает возможно частично но если ты сам себя изнутри меняешь то то где ты сейчас находишься может слегка помогать и ускорять то к чему ты стремишься и сам делаешь но если ты ничего не делаешь то нахождение среди нас тебя автоматически не омолодит я говорю ну примерно понимаю и я встаю и говорю что мы дальше делаем чтобы мне попасть домой или лучше моему двойнику попасть домой он говорит конечно как пожелаешь и мы перемещаемся сейчас в комнату в комнату телепортации и мы везем туда твоего двойника или твое основное тело но мы везем двойника чтобы переместить к тебе домой я уже начинаю путаться где кто и мы выходим из помещения он его закрывает и мы везем в капсуле которая перемещается вместе с нами то есть мы ее перемещаем по коридорам в итоге пройдя несколько коридоров мы заворачиваем в один тупичок в котором есть несколько дверей и в одну из этих дверей мы он подходит к к двери и там какой-то приборчик к которому подставляет свое лицо похоже лицо сканируется и тогда дверь открывается мы входим помещение в котором перемещаемся к самому центру помещения я замечаю что на полу этого помещения есть концентрические круги начиная начиная с маленького до очень больших до они буквально самые большие с размером со всю комнату почти и одновременно там спирали есть спирали расходящиеся от центра от центра где самый маленький круг то есть они то ли пропечатаны то ли прорисованы мы подходим почти к самому центру и он говорит сейчас распрограммируем и вскроем капсулу с твоим двойником и положим его в центр спирали и он начинает подходит к экрану начинает там что-то делать и капсула открывается медленно и он говорит бери за ноги и я возьму за плечи под руки мы так и делаем мы снимаем моего двойника с капсулы и ложим ровно в центр спирали или сходящихся концентрических кругов он берет капсулу и отвозит ее в самый угол угол этой комнаты вместо там где нет кругов и мы и он говорит подойди к экрану и он подходит и я тоже иду к нему к одному из экранов который есть в тоже в другом углу комнаты и он включает и что-то набирает на экране пока там не образовывается вид России с большой высоты то есть как будто спутник висит над территорией России и снимает ее видеокамеры полностью то есть охватывает конечно больше чем России но в основном фокусе России и он что-то еще делает на экране и эта камера начинает со все большей скоростью спускаться спускаться пока не оказывается над Ленинградской области а потом и над моим городом который я вижу как приближающийся пока не спускается до моего дома и зависает над ним он делает движение щелчок и я вижу свой дом полностью прозрачным переключение после переключения я вижу каждую комнату куда бы ни обратил внимание находящуюся в и людей и предметы частично полупрозрачными конечно в самые первые этажи виды слабее потому что они слегка заслоняются вот этими комнатами и квартирами выше то есть лучше всего видно квартиры находящиеся сразу под крышей потому что там слегка видно полупрозрачные вот эти потолки и перекрытия но первый этаж и первые квартиры видно слабее и я осматриваю свой дом впервые сверху видя другие квартиры помещения людей правда людей почему-то мало возможно где-то кто-то находится вне дома и мой взгляд притягивает одна из картин и смотрю я смотрю мой взгляд постоянно соскальзывает на как вы думаете на что что вам вас может заинтересовать когда вы видите дом полностью прозрачным вот можете сказать сейчас себе мы проверим совпадает ли у нас то что вас может заинтересовать со мной мой взгляд сказали себе можете написать в комментариях что бы вас заинтересовало под этим видео моё взгляд который отдыхает или расслабляется в ванной, полностью без одежды. И Юрий на меня посмотрел, улыбнулся, я на него тоже. И он спрашивает, отвлекает? Я говорю, ну есть такое. Он спрашивает, закрыть? Я говорю, подожди, можно на несколько секунд всмотреться? Потому что мне интересно, неужели в моем доме есть такая девушка, которую почему-то вроде не помню, что-то видел, хотя последние годы не особо, здесь долго не жил, лет 9, но только в этом году и вернулся. И тогда я говорю, подожди чуть-чуть, можно я рассмотрю? И можно ли приблизить? Он чуть закрывает глаза, потом открывает, говорит, можно. Я говорю, а почему ты закрывал глаза? Он говорит, я спросил у гидов этой девушки. Я говорю, о, значит здесь везде разрешение надо спрашивать? Он говорит, не везде, но в некоторых случаях да. Я говорю, хорошо. Тогда камера начинает фокусироваться и приближать эту ванную комнату вместе с девушкой, пока не оказывается увеличенного в разном виде. И когда она очень близка, я рассматриваю все это тело, и здесь я начинаю замечать некоторые, с моей точки зрения, не гармоничные, не совсем гармоничные, но не совсем совершенные с моего вкуса очертания тела. И тогда я поднимаю глаза к нему и говорю, все, я смотрел, я убедился, что не так интересно смотреть, как мне казалось издалека. Я познал эту девушку, все, дальше неинтересно. Он говорит, хорошо. Тогда как бы камера опять отъезжает, и опять виден весь дом. И он говорит, назови номер своей квартиры. Я называю, и здесь он что-то делает на экране, и сразу же моя квартира вырисовывается чуть-чуть чатче. И после этого отключаются все остальные квартиры. То есть дом восстанавливается полностью невидимым, и становится видна только моя квартира. То есть как будто над моей квартирой только прозрачная остается только моя квартира. То есть ее в фокусе держит видеокамера. Я говорю, можно даже переместить на эту комнату, и даже показываю пальцем куда. И тогда он что-то делает на экране, и фокус смещается только до моей комнаты, и она увеличивается в размерах. Он спрашивает, ну что, куда тело твоего двойника переместить? Я говорю, можно на кровати? Он говорит, да. Спрашивает, в каком положении его лучше расположить? И я показываю пальцами, вот здесь у меня обычно голова, а вот здесь ноги. И он начинает прорисовывать, прорисовывать контуры тела на кровати. Намечать контуры. Потом еще спрашивает, куда твою одежду положить? Я говорю, поскольку я голый, можно ли прямо на меня положить, чтобы как раз и я не замерзся, она меня слегка и грела. И он говорит, тогда можешь подойти, взять одежду, и он достает из низа капсулы мою одежду. Подает ее мне, говорит, можешь тогда разложить на своем теле одежду так, как тебе хочется. И ровно в таком положении ты переместишься на свою кровать. Тогда я беру одежду и раскладываю, стараясь равномерно распределить по всему телу, чтобы одежда слегка согревала, лежат только на мне сверху, моё тело сверху. В итоге, закончив, мы направляемся к экрану. Он делает манипуляции на экране и говорит, всё, всё готово. Ты готов переместить своё второе тело в свою кровать? Я говорю, да. Хочешь сделать это сам? Я говорю, конечно, хочу. И тогда он показывает пальцем на то, что напоминает кнопку. И говорит, прикоснись к ней. На экране. И тогда процесс будет запущен. Я посмотрел на своё тело, посмотрел на кнопку, и медленно касаясь её, и вдруг, как бы, наш взгляд сразу перемещается, привлекает тем, что происходит с моим телом. Мы оба поворачиваемся и видим, как над моим телом образовывается купол, или полусфера, которая чуть-чуть пока видна, но светимость по контуру её начинает усиливаться. Она начинает разгораться, то есть полусфера. Я переключаю зрение аулическое, и я вижу, как это не полусфера, это сфера полностью. То есть под полом идёт продолжение этой полусферы, то есть получается сфера, в центре которого лежит тело моего двойника. И светимость этой сферы всё ярче, всё интенсивнее, пока она не разгорается настолько, что за ней или внутри неё уже невозможно видеть своё тело. то есть это шар светящийся. Он всё ярче, потом несколько секунд яркости щёлк отключается, и шар пропадает, и моего тела в центре нет. Так, сейчас время приближается к концу, поэтому стоит ли продолжать, я пойму по количеству значков понравилось. поставленных на это видео. На этом пока завершаю. До следующих встреч.